Ребята, я на этом. Я, короче, на перекрестке, загружусь алкашкой. Вот, в Москве. Всем привет. Короче, смотрите мне, какие галоши. Как у Чаплина. Твердый носок. Вот, грузимся. Я не знаю, здесь можно ли снимать, поэтому я так вот не буду сильно палиться. Вот, грузить начали. С утра, с 10 утра, сейчас 6 вечера. Устал ждать. Ладно. Все, загрузили. Более, что я всегда так езжу. Но он какая-то бэхать. Ничего, что я такая. Я говорю, чтобы я когда-то ездил. 19 палет. Из них, короче, большинство уходит. А 8 палет 4 в Челябинске скинуть. И 4 в Тюмени. Если до загружать не будут, то я вообще налегке поеду. Летом. Летом. Да налегке. Да это же кайф. Ё-моё. Какой я счастливый. Что не тяжелый поеду. Вы бы знали, ребята. Хе-хе-хе. Так что вот. Воздух накачаю. Короче, такие дела. Радуюсь, как ребенок. Так, ладно. Вот, а это еще и девушка на бэхе. Ни хрена себе. Какая у нее классная тачка. Ё-моё. Вот, дают. А мы тут работаем, работаем. А вон, девушка на бэхе ездит. Вот так вот. Мне так, наверное, на такой, наверное, ни сроду не кататься. Ладно. Поехали. Вернее, сейчас помбу повесим на пустыке. Так. Ну все, не прошло и полгода. Импорт, то, что долго документы так делали. Часа два, наверное, сидел, ждал. Так, выезжаем. Чего у нас местного? Восемь вечера. Планирую до Владимира. Ну, в общем, короче, с Москвы выехать. До Владимира. И там где-нибудь заночевать. План такой у нас на сегодня. Первая у нас точка разгрузки Уфа. Через 200 метров поверните направо, а затем поверните налево. Уфа, потом Челябинск, и потом у нас Тюмень. Если нас грузить не будут дополнительно, то я вообще налегке поеду. С восьми палетами до Челябинска. И с четыре там выкинут, и с четырьмя палетами до Тюмени поеду. Шикарно, шикарно. Мне нравятся такие. Так, так, сейчас сказали, здесь можно выехать. Поверните направо. Сейчас мы едем отсюда. Доброе утро. Что тут я на стоянке? Дирбис. Да, все нормально. Сходил он позавтракал. Яичницу с ветчиной. Машину обошел, посмотрел. В принципе, все нормально, все окей. Дороги болеть херово. Почти рулон туалетной бумаги использовал, как сопливчик. Надо купить еще. Все, выдвигаемся в дорогу. Сегодня посмотрим, там что у нас, доуфы-то. Тыщу с чем-то, наверное, я не осилю, но посмотрим. Может быть, перед уфой переночу, потому что у нас послезавтра, а, вернее, завтра разгрузка в пять вечера в Уфе, в Шальше. Поэтому, чтобы торопиться некуда. Сегодня что там, пройду. За челнами, наверное, переночую, и все. И завтра спокойно выйду. Такие дела. Ладно, поехали. Спускаемся. После нижнего пробка здесь, как обычно. Ох, что делать-то. Причина за рулем. Вот, опускается аж туда-оттуда. От самого чупа-чупса практически. Пробка. И все из-за плохой дороги. Вот так вот. Водители страдают. Едем. Так, ну что, постепенно продвигаемся. Цивильск прошли. Сейчас дорожка получше пойдет. Что у нас сейчас в Казань? В Казани заправляемся. Едем дальше. Сегодня что? Я планировал, конечно, до Уфы добраться. Домой хотел заскочить. Но боюсь, что поздно будет. Я не успею. Ну, в плане того, что не то, что не успею, и не осилию, наверное, километраж большеват будет слишком. Так, ну что, там же в Уфе с 10 вечера до 6 утра можно грузовым заезжать, зараза. Вот, и соответственно, теоретически-то можно, конечно, заехать днем. Там уж как повезет. Встретишь гаишников или нет. Вот. Если что, тогда, значит, завтра у меня в 5 часов разгрузка. Ну, если что, завтра с утра заеду. Вот, и соответственно, попробую заехать надо. Постираться, помыться, побриться. Вот, да поеду в Шакшу. Там разгрузка опять. Ну, приеду пораньше, часам к 3, может быть, к 2. Может быть, пораньше выгрузим. Посмотрим. Ну, а так, что, двигаем, двигаем. Работаем. Сегодня, что получается, 425. Ну, чуть больше я прошу. Там он скинул. После старта счетчик. Так, что тут происходит? Что за движ? Все пытаются обогнать. Как хорошо легкий метео. Легкий, да еще, когда дорога сухая, да? Ну, то есть, как летом. Вообще, шикардо съездить. Так, ты налево, да, поворачиваешь? Окей. Уфа, 645. Ну, да, тысячу. Тысячу с чем-то будет. Тысячу стоя с тебя в до Уфы сегодня рвануть. Но что-то, честно говоря, желания нету. Натрываться. Всю дорогу 82, 80 еду, нормально. Сейчас 83. Успеем. Не успею, нет, не успею. Сужение дороги идет. Ладно. Так, что у нас? Жевск, Берем, СМИЯЖ. Нет, не успею. Ладно, поехали. Работаем. Сейчас заедем на Ирбис. Кофе куплю. Я там коплю их. Там получается, что? Опять покупаешь, 6 бесплатно. Через приложение. Как бы кофе неплохое, зерновое. Что бы и нет. И там у них еще, по-моему, да, 6-ая шауха. Ты уже покупаешь, короче, 5 шауха, 6-ая бесплатно. Ну, что, иногда так шаверму-то можно, шаурму. С удовольствием так иногда можно поесть. Чуть передохнем. И поедем дальше. А, вот эти были сегодня. обгоняли какой-то трекол. В общем, купил Американо. А, блин. Короче, прикол. Сейчас там этот оператор. Ну, девчонки. Две. Такие веселые. Такие говорят. А вы что-то вкусняшки не хотите? Я говорю, да нет, спасибо. Ну, а что ж так? Возьмите вкусняшки для Галины и Наташки. Я такой, бац, 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 так складно смотрю. Одной бейджик Галина, другой Наташа. Я такой, блин. Вот за то, что вы так складно, я говорю, выбирайте шоколадки. Такие начали радоваться, улыбаться. Ой, какой хороший день. Две этих, как они их там, коробочки киндера. Купили шоколадки. Купите вкусняшки для Галины и Наташки. Я такой, ни хрена. Действительно, и складно так улыбаются. Счастливые, довольные. Купил им шоколадки. Вот что надо. Для радости, да? И девчонок порадовал. И сам тоже довольный. Как-то так. В общем, весело. Прикольный. Галина и Наташка. Купите вкусняшки для Галины и Наташки. Так, что у меня? Не 100 ж рук. Ладно, сейчас. Так, все, садимся. Блин, вот трубочек у них жалко нету. Я с трубочкой кофе пью. По-моему, у меня были трубочки от предыдущего кофе. Сейчас надо посмотреть. Ага, вот она. Вот она, вот она. Вот она, вот она. Так, ну все. Блин, семки надо было взять. Мой этот, как его, антисон. Мне семечки помогают хорошо. Ну, по крайней мере, протянуть малеха. Часик-другой, если ехать надо. Так, ну ладно, поехали. Потихоньку. Тихоньку. Тихоньку. ТОРО ПОКАЗАНИКИ После Казловской горы. На Татнефть заправляется. Сейчас сюда 300 и 100 литров в ревку зальем. Давно уже не заправлял ее. Я обычно вот там заправляюсь. Там длиннейший шланг. Сразу на три бака хватает. Но зараза занято. Тут очередь вот, может, стоит тоже сюда. Ну, ладно, я сюда сейчас. Потом протяну. Просто ее хватит с той стороны. Вперед. Все. Доброе утро. Набережные Челны у нас. Все, получается, я на Татнефть переночевал. Что-то я не дотянул до Челнов вчера. Вот. И с утречка встал с учетом уже уфимского времени. Плюс два же. В Татаре у нас Московское время. Вот. А я встал так, чтобы уже сколько было там? Четыре утра по уфим. Или пять утра. Нет, четыре, четыре. Сейчас, подожди, пять сорок четыре. Да, где-то в 4.30 я встал. Система кордон. Чтоб пораньше в Уфу приехать. Так, так, так. Стоп, стоп. Когда? И, соответственно, пораньше приехать в Уфу, все дела поделать. И поедем в Шакшу на разгрузку. Пораньше приедем. Может быть, пораньше и разгрузят. Ну, вроде, перекресток они оперативно делают. Правда, в Уфе я не разгружался. Посмотрим. Так, вроде, нормально я еду. Так что вот, добрейшее утречко. Работаем. Вот так иногда приходится пораньше вставать. Ну, за счет того, что домой хочу заехать. И поэтому пораньше вставал. Обнаружить положительный отар. Ограничение скорости 40 км в час. Залежайте скорость. Меня тут во все-все предупреждает. Кстати, я вот по поводу того говорил, что у меня радар-детектор молчит. Нет. Он болтает так, что уже начинает надоедать. Это получается у нас там за Уралом же камер поменьше. Он не так сильно. А вот этот Урал перескакивает, все равно по семерке если едешь, все начинается у него. Так. Давай-ка мы сейчас на Ирбис заедем. Возьмем как обычно кофейку зернового. Что-то я в последнее время на это кофе подсел зерновое. после... Добрый день. Предлагаем питье вставлено после этого неохота уже обычной растворимой. по-моему, где-то был Ирбис здесь с правой стороны или это в сторону Москвы. Что-то я не помню. Ай, блин, я опять разогнался 40 км в час здесь местами. Ладно. Если вдруг меня кто с набережных Челнов смотрит. Салям. Холяр нещик. Окшаки ряк. Ага, водка. Да хорош че у меня. Да, вон Ирбис сейчас зайдем кофейку возьмем. Так, красный у нас. А вот зеленый загорелся. Отлично. Ладно. Короче, хотел мороженое взять, она говорит, она спит. Я сначала вообще не понял, кто она. Я думаю, девушка спит. Я говорю, а вы что, не можете что-то? Она говорит, машина спит. Ай, дурдом. так, еще. Сейчас поедем дальше. Сейчас, потом, чуть попозже остановимся, но их надо будет перекусить. Шаулку что-то я не хочу. С утра пора еще. Вот так. короче формат мне нравится у ирбиса я уже по моему не в первый раз говорю сейчас более-менее вот эти крупные компании руснефть газпром начали реализовывать такой же формат но но они все равно газпром руснефть так нефть то же самое все равно они реализовывают завышенные цены а чё логика такая все равно купишь чтобы в три цены не ломить там все дорого же заправку заедешь воды купить три цены там я не знаю ну я так образно говорю а тут на ирбисе как бы ценник нормальный человеческий а ту же самую воду мороженое купить за 49 рублей вафельный стаканчик машина делает так вот всего касается но и сам формат ирбиса в плане того что они делают большие стоянки возле заправки где можно просто заехать стать и отдохнуть ту же самую шалуху покушать поэтому такие вот газпром я видел в заправку они делают ну где-то в районе по моему москвы я видел большую тоже с этим лукойл вообще не видел но их может быть они есть конечно я же не везде еще ну по крайней мере по семерке я такого не видел чтобы она большая была газпром в районе москвы по-моему вот про рост нефть вообще молчу там вообще ценники для меньше так что вот я кстати рад что я смотрел по новостям ирбис они договорились с правительством башкирия то что открывают строить заправку тоже по-моему по семерке башкирии я не знаю где и уже построили что сидела ладно поехали у нас сегодня уфа до уфы осталось но я просто забил 280 километров плюс-минус люди спят еще съездил постирался удалка работала у меня короче вот дома осталось вот такая вот кот с яйцами синенький правда и вот такая осталась штучка правда башку что встан и ты заходи если что ну когда вдалка работал станет это нужно не подходит или пускай висит да девчонки че прикольно все разнобой будет правда блин в портах покой сегодня прибраться надо сейчас повешу ну все зарегистрировался есть же прикол на ютюбе мужик такой в костюме солидный говорит вы не знаете комплектацию рейндж ровера фатальная ошибка и потом в конце говорит хейтеры люблю вас таки у меня здесь есть же люди пишут которые вот повесят на стекла в разноцветка одежда ну тут надо понимать на любителя же кому-то нравится кому-то нет нельзя всех под одну гребенку вот так что хейтеры люблю вас многие говорят зачем повесил ну нравится мне и все ну что тут поделать правильно нравится и все теперь сделать я же не прошу там еще куш бляха-муха так все поехали зарегистрировался номер сказал поехали на разгрузку пока время есть что не зовут на разгрузку надо лампочку поменять короче как я и говорил у меня гнить начал наша прямо ржавчина пошла отсюда и вот лампочку здесь перегорела сейчас почище вот здесь то что грязь пошла поменяем лампочку и в противотуманке у меня сгорела лампочка сейчас тоже буду менять блин не так ну тут взял влагу ну как видно да процесс гниения вот за счет вот того что влага попадает вся уже отражающие элементы сгнили не для сравнения да посмотреть и здесь как все новенькое чистенькое вот так вот влага что делает причем махом махом сгнило здесь тоже малеха что-то начинает что вот такой вот пример живой зимой еще получается холода были влага не попадала ну тут ничего не сделать уже вот эта сломана короче все хана это вот стопорю надо менять еще перчатку наоборот одел в общем вот такая вот петрушка вот этот под замену ну ладно что за привычка вот так вот орать что так некрасиво на самом деле ну ладно короче 12 часов ночи в 3 часа дня приехал в 9 вечера поставили в 12 отдали документы я на самом деле забыл как это по рц ездить ночная жизнь короче очень мало рц которые нормально работает всего лишь 11 полет принимали сколько с 9 до 12 3 часа так что вот а завтра надо уже быть в 11 в Челябинске ну то бишь мне всю ночь сейчас ехать по Уралу как-то так ладно другого варианта нету такая работа тоже ночная она тоже присутствует в нашей работе так что вот ладно выезжаем едем по ночному Уралу сто лет не ездил кстати по ночному Уралу машин мало хорошо так радио играет в общем кайф еще и налегке прям вообще шикарно что вот едем едем я вот думаю сейчас на стоянку на Урале встану там пельмешки есть хочу пельмешки заточим порцию с компотиком да и все ебанки а часов в 6 утра выехать ну и как раз часам в 9-10 приехать нормально на место что такие дела ладно едем едем работаем еще пока работаем местного 2 часа ночи уже 3 часа еду я 256 вот два с половиной часа где-то так ну ладно добрый год еще раз ну вот и челябинск вчера получается с Урала выехал на расширение там остановился чуть 4 утра поспал до 8 утра и вот еду у нас почти доехали 4,3 километра осталось тут куда-то с ворот направо сейчас у нас будет так-так-так ребятки ребятки ну-ка ну-ка так сейчас направо и еще направо надо где-то остановиться водички купить минералки закончилось через 600 метров поверните направо ну что ты там блин на хиндай е-мое блин все кто если меня смотрит друг с Челябинска огромный привет Челябинску крупный крупный промышленный город поверните направо тут в основном все с металлом связано кладбище так тут я еще не ездил кстати или ездил не помню кладбище ладно сейчас подъедем пока отключусь зарегистрируемся надеюсь не как вчера будет а в 3 часа заехал в 9 начали выгружать в 12 документы отдали надеюсь здесь побыстрее 4 палета ну господи боже мой да что там можно так долго 4 палета посмотрим короче был я здесь вспомнил в прошлом году разгружался все зарегистрировался ждем когда позовут надо сходить в магаз водички взять ладно сейчас пойдем узнаем магаз там где-то далеко был я еще помню в прошлом году ходил искал его что-то заблудился там водички взять так ну все меня позвали на 35 ворота в этот раз недолго как получается разгружаются и стоят ждут документы прямо здесь не надо выезжать аллилуйя аллилуйя мне документы отдали как рц конечно неторопливо работают но тут ничего не поделать 4 палета я ждал 4 часа документы за 4 палета нормально сейчас пломбу повесим оставшиеся которые мне дали и поедем поедем короче наш адрес не поедем там дорога плохая поедем на курган из кургана на Тюмень свернем что такой план действий но сегодня наверное до кургана дойдем там на стоянку встанем и с утра с курганом на Тюмень перебежим там 200 километров быстренько доедем по крайней мере такой план действий по первости но выходы охрана не спать короче я тут перед курганом встану наверное на стоянку получается в Тюмени что у нас в 4 дня у нас по графику разгрузка вот а что тут от кургана до Тюмени 200 километров ну 3 часа езды поэтому встану завтра в 6 утра и поеду часов в 9-10 буду уже на месте нормально зарегистрируюсь буду ждать так что куда торопиться там и стоянок то нету просто между курганом и Тюменью нормальных что-то я там не помню уже сто лет не ездил я помню в прошлом году там мост обрушился и соответственно там объездная была такая не очень хорошая сейчас Диману позвонил с кургана он говорит что там как там говорит ну объездную сделали этого моста проезжать-то можно говорю все понял так что встаем на стоянку уже вон ребята тоже встают что у нас местного седьмой час нормально так что сейчас отдыхаем а то я и так что там 4 часа поспал ночью толком не выспался а днем урывками там по полчаса поспал тоже не сон то позвонят то разбудят кто-нибудь посигналит короче так себе сейчас мы встанем нормально и будем отдыхать покушать надо вот так станет нормально нет фэншу чуть-чуть пойдет так ну все сибирские ворота стоянка по-моему называется ну все отдыхаем отдыхаем что как дела завтра продолжим завтра у нас рывок разгружаемся уже загрузку дали обратно пустым перебегу в курган в курган здесь грузиться на москву не знаю буду ли записывать этот рейс так что вот доброе утро доброе только вот встал машину сходил посмотрел нормально все 6 утра местного пора дорогу так что у нас тут внутренняя проверка уровень масла в норме горят нормально запускаем нож стоит скамейка ну что ж как говорится спасибо этому дому мы поехали к другому 620 до точки осталось 223 километра ну 3 часа 40 минут 620 к 10 буду короче нормально 25 еще сходил позавтракал девчонок разбудил спят бедненькие игру 6 утра простите ничего ничего вставать пора ладно сделайте мне июшницу у них там кофеаппарат за 50 рублей америка а вот этот ценник нормальный зерновой кофе за 50 рублей а не то что он на заправках по 150 а тут 50 дорога ну давай давай дорога совсем зеленый как раз солнышко солнышко привет ну все поехали добрый путь позже включимся полетели вот про этот мост я говорил что в прошлом году вот он разрушился что-то там тяжеловес какой-то проехал может быть но что-то в прошлом году говорили вот и там объезд вот сейчас здесь сделали объезд а прошлый раз он когда только сломался короче мы где-то там вот там где-то вдалеке проезжали эту дорогу вот так объездить там какие-то маленькие деревни там один-два дома дорога просто вот вот такая вот узкая со встречкой тяжело разъехаться ох там блин веселуха вот а сейчас пожалуйста сделали объезд я вот тоже не понимаю да вот сейчас вот опять они мост строят да по-моему сейчас проезжал мимо то есть как таковой здесь уже речки то и нету ну сейчас по-современному я вот на востоке видел трубы большого объема кладут сверху они как-то ее укрепляют чтобы не раздавило и землю засыпает все и никаких стыков ничего нету просто ровная земля ну как обычный участок земли да дороги все то есть здесь также можно объемную трубу вот эту большую поставить и также все этот засыпать нахрена вот эти мосты строить когда там да это не речка это ручей можно назвать даже так непонятно так Тюмень прямо белозерская опа блин дорога здесь местами охреновастенькая тюмень 152 вот и где-то мы там объезжали вот и выезжали вот туда поехали в прошлом году так было и сетская 83 ладно осталось финишный рывок до конечной точки город Тюмень рцшка пятерочка ух ты ем какая здесь дорожка тюе ладно едем короче вот нашел я сейчас остановился там сзади смотрю машина отъехала думаю поближе подъеду чтобы пешком поменьше ходит совсем обленился подожди-ка вот же бы наверное здесь был заезд нигде вот я балбес вот же тут справа была а я место увидел да вы да уж надо было там стоять где остановился тут по-моему хотя может быть и тут заезд вот там заезд вот заезжает же кто-то наверное может быть там заезд ладно все пошли регистрироваться узнавать что тут и как потом включимся попозже ну вот вот сюда пожалуйста вот уже тут похоже отправили вот сюда сейчас пойдем дадим документы так а куда встать так а вот машины стоят вижу только заехал я конечно через там был через это кпп заезжать что там занято но встать то дайте место честно блин встают как-то люди тоже о о оно ждало меня ладно ладно сейчас встанем так ребят ну что я зарегистрировался куда сходил везде по-разному где-то вживую отдаешь документы тут просто в лоток оставляешь пишешь телефон номер машины фамилию они сами забирают вот ну все я наверное ждать не буду потому что я не знаю когда они меня позовут по скучающим людям которые в кабине сидят с кислями лицами коллеги тут похоже долго ждать надо вот так что я наверное не буду ждать когда меня позовут поэтому наверное заканчивать видео надо будет это что теперь у нас выходит у нас подведем итоги подведем итоги что у нас выходит так это вот за сегодня я проехал нам за сегодня не надо так вот значит с Москвы до ну Уфа Челябинск Тюмень 2147 ну 2148 время в движении 33 часа средняя скорость 65 км в час с расходом 25,1 ну за счет того что я легкий сейчас то вообще с Челябинска ехал четырьмя палетами так что вот ну все спасибо за просмотр всех обнял приподнял подписывайтесь ставьте лайк оставляйте обязательно комментарии все спасибо пока спасибо Продолжение следует...